РСА Анимейт представляет Интернет в основе своей – это классная вещь, когда речь заходит о продвижении демократии. Многие из этих заблуждений были объединились в середине 90-х с философами, которых называли «киберутопистами». Это были люди, которые верили в преображающую силу интернета, в то, что он в силах изменить наше общество и изменить его к лучшему. В самой известной цитате говорится о том, что благодаря социальному нетворкингу и блогингу геноцид в Руанде был бы невозможен. Сегодня она часто используется для иллюстрации наивного взгляда, который был свойственным людям в прошлом. Те, кто до сих пор разделяют эти взгляды, считают, что блоги имеют сегодня примерно то же значение, что и факсы и ксероксы в конце 80-х годов, которые использовались великими диссидентскими движениями в Польше и в Восточной Европе. Главное в этом аргументе то, что он относится к экономике и к логистике. Интернет-медиа сделал очень дешевым производство контента. Конечно же, эту технологию неизбежно используют некоммерческие организации, задача которых — продвигать перемены. Если суммировать этот подход, то он показывает, что наличие достаточных связей и достаточного количества устройств делает демократию практически неизбежной. Именно поэтому мы могли наблюдать такое число лоббистов, которые кричали, нужно вывести в онлайн Китай, Иран, Россию, убедиться в том, что люди знают о возможностях взаимосвязей, о блогах. Каким-то образом эти люди должны понять, как использовать эти инструменты для демократизации общества, для сотрудничества и для подобных вещей. Одно из главных слов, которое развелось отсюда, — это iPod-либерализм. Считается, что люди, владеющие iPod-ом или любым другим видом западной технологии, с большей вероятностью будут также поддерживать западные взгляды и ценности, такие как, например, демократию. То есть, если выдать всем китайцам, иранцам или русским, достаточно iPod-ов или факсов, это вдохновит их на демократические реформы. Этот факт стал впечатляющим заголовком для колонки Томаса Фридмана. «Оружие — это iPod, а не бомбы». Но это редко, когда бывает хорошим знаком. Такой подход не учитывает многие политические, культурные и социальные силы, которые играют роль в данном сообществе, и создает очень детерминированную картинку, демонстрирующую роль технологии. Главная ошибка здесь — это то, что мы путаем предполагаемое использование технологий и реальное их использование. Нам хотелось бы верить в то, что радио может помочь основать демократическое сообщество в стране вроде СССР. Это отчасти так и было, но оно также активно использовалось во время геноцида в Руанде, который мы хотели бы предотвратить. Существует миф о том, что авторитарные лидеры и диктаторы — это интернета и технологии. И если понаблюдать за тем, как лидеры правительств пытаются добраться до интернет-юзеров, то получится, за редким исключением в виде Бирмы или Северной Кореи, что эти лидеры очень даже используют технологии компьютера. Иногда они вступают в дебаты, не по политическим темам, а любят подискутировать на тему, например, климатических изменений, а иногда даже случаются дискуссии по правам человека. Мы можем встретить в китайских блогах гораздо больше критики, чем думаем. Заголовки вроде «Грязные крысы в местном правительстве». И тогда возникает вопрос, почему же правительство это терпит? Первое. Именно в этой информации правительства нуждаются, чтобы управлять страной. Большинство этих бюрократов в правительствах Китая, Ирана, России действуют в ситуации полного информационного вакуума. Они в действительности не знают о том, что происходит в регионах. Блоги и блогеры, как люди, которые добровольно предоставляют информацию о том, что не так на местах, очень им помогают в этом. Они помогают бороться с коррупцией на местах, помогают решать некоторые проблемы, не политические, но такие, которые могут помочь этим лидерам выжить, скажем, в новом веке. Это помогает им достичь легитимности. Для них подобного рода откровения очень полезны. В каком-то роде, потому что они снижают напряжение и убеждают в том, что, как минимум, власти готовы рассматривать, понимать внешние точки зрения и мнения. В других странах все происходит немного иначе. Там пытаются получить поддержку онлайн-пользователей. К примеру, в Таиланде есть интересный сайт, который называется «Защити короля», созданный членом парламента. Сайт, в основном, поощряет юзеров размещать ссылки на сайты, которые, по их мнению, оскорбительны по отношению к королю. То есть, в принципе, вы можете направить ссылку на любой сайт, который вам не нравится, и в течение 24 часов он будет блокирован. Чтобы разблокировать его, вам придется пройти целый ряд сложных процедур. Возможно, из-за очень строгой законодательной системы в Таиланде такая идея и работает. Когда сайт был запущен, в 24 часа было закрыто 3000 сайтов. Есть также много верноподданных, которые используют свои знания и навыки, чтобы помочь цензуре. Например, в Саудовской Аравии пользователи стимулируют просматривать видео в сети YouTube и искать оскорбительные ролики и номинировать их на удаление. Если какое-то конкретное видео набирает критическую массу недовольства, то YouTube приходится удалять этот ролик, потому что слишком много людей пожаловалось на него. Таким образом, получается, что эта организованная компания пытается влиять на решения даже западных компаний. Иранские власти ищут улики в сетях Facebook, Twitter, ищут активистов в киберпространстве. Сейчас появилась новая инициатива правительства. Они размещают фото протестантов на улицах, чтобы их могли опознать. Таким образом, они используют технологию краудсорсинга, чтобы состыковать имена и лица. Конечно, вы можете догадаться, что происходит дальше со всеми этими протестующими. И мы до сих пор не можем соосознать все опасности и страхи, которые следуют за этим. Например, то, что Твит, смотря на все его хорошие стороны, все-таки является общественной платформой. И если вы планируете провести революцию через Твиттер, то ваши действия будут видны всем. В прошлом нужно было прибегнуть к пытке, чтобы получить такого рода информацию. Все, что нужно сделать сейчас, просто зайти в Facebook. Если вы хотите знать, являюсь ли я активистом в такой стране, как Белоруссия или Иран, то я в сети, и я подключен еще к 20 тысячам других активистов. И все, что вам надо сделать, это посмотреть список моих друзей в сети Facebook. В финале моей речи я хотел бы опять поговорить о киберутопистах и их убеждении в том, что более молодое поколение, которое выросло без зомбирования мозгов, которое живет в цифровых медиа, мобильных телефонах, смартфонах, в ноутбуках, будет готово к революции, будет поддерживать демократические ценности. Проблема в том, что мы слышим много о киберактивизме, но мы слышим очень мало о киберкретинизме. Мы не думаем о том, что молодежь не очень-то горит желанием принимать участие в официальных акциях, как в онлайне, так и в оффлайне, так как главный контент, который может им предложить интернет, это контент для взрослых, порнография, например, и он занимает все больше пространства по сравнению с долей политической и новостной информации. Мы должны помнить о том, что большинство молодых людей будут использовать интернет для общения друг с другом и для загрузки развлечений, и непонятно, как они продвинутся на уровень политической активности. А что, если они не пойдут на улицы? Мы не так часто обсуждаем этот вопрос. Мы много говорим о различии между местными цифровыми жителями и цифровыми иммигрантами, и мы почему-то совсем не разграничиваем цифровых перебежчиков и цифровых пленников, что я считаю гораздо важнее, так как нам нужно знать, как именно технологии влияют на социальную вовлеченность и на склонность людей к дальнейшим оппозиционным действиям. Вот мы и вернулись к Маслоу. Давайте посмотрим, как его пирамида потребностей может быть применима к кибергосударствам. Когда интернет будет предоставлен людям в Китае, Иране или в России, то сначала они захотят развлечься. Они захотят посмотреть порнографию, видеоролики на YouTube, забавных котиков, они хотят болтать и поделиться чем-то. Некоторые начнут писать статьи о правах человека, но большинство будут грузить порно-ролики. Нам не нужно забывать об этом, когда мы пытаемся анализировать, какое влияние оказывают сетевые технологии на наше общество. Нужно смотреть шире и также учитывать и негативные последствия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!